Всем привет, ребят! Значит, сегодня вводим немного так опять, ну скажем так, поглумимся. Видите, тачка, да, вот эта, которая у нас должна была зажареть. Ну, реально, все, она уже зажарела. Уже нормально, сейчас просто договариваемся, надо будет поехать, короче, с ней дальше позаниматься, но это вы увидите. Ну и что вы тут еще можете видеть? Ну, конечно, как всегда, бутылочка Холлы. Что будем делать? Сегодня сделаем вообще, ну, просто, на самом деле, все очень просто. Сейчас доехал досюда на этом автомобиле, все нормально. Он прогрелся, бензин там накачался, полный карбюратор. А в баке бензина там, ну, литров 10, может быть, всего. Ну, и сейчас давайте зальем, короче, колу в бак и посмотрим, сколько эта лайба у нас может проехать вообще. И поедет ли вообще, и сколько, а то, может, и вообще не заглохнет, так и будет ехать. Ну, в общем, сейчас двушечку туда колы заливаем и погнали. Заправка закончена, все нормально, тачку заправили. Эх, ну, поехали. Ну вот, заправленная тачка наша, все, готово, все отлично. Включил я тут Рейс Лоджик. Сейчас мы заодно узнаем, сколько метров или километров мы вообще проедем. В общем, поехали, короче. Едем, и едем. Что-то похоже, что вообще ничего не будет. Наверное, фильтр не пропускает колу. Или пока он полностью не забьется, или сетка в баке не хочет его пропускать. Потому что, сами знаете, латунная сеточка вот эта, которая ставится мелко, после того, как на нее попадает, неважно, там бензин, солярка, что-нибудь такое, то есть она становится жирной, и воду она уже не пропускает. Ну, в любом случае, уколы-то вода. Фу, блин. 1700 метров и нормально. Ага, нет, началось, все. Все, только сказал, блин. Ё-моё, что делать? Что делать? 1730 метров удалось проехать после заправки автомобиля кока-колой. Ну, дальше он, конечно, же сейчас поедет, но только на веревке. Так, а чему, если сейчас их попугаем, мы сейчас попробуем еще ее завести. Газу-газу. Газу-да, отказу, поехали. Нет, все. Не хочет. Блин, давай третью попробуем. Нет, на третью еще хуже. Вторую. Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Заводись! Все, не, на Коле не поедет, не хочет. Ну, вот, блин. 1730 метров. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут. Смотрите, фильтр полный колы вообще. Ай-яй-яй-яй. Вот это номер, да? Блин, все-таки протянуло, значит, кока-колу сюда. Это хорошо. Так, а что же у нас с карбюратой? Вот, что мы в карбюраторе увидели. С масами загляните сюда и посмотрите в камеру. Здесь у нас все жиклеры, в общем, короче, в Коле. Соответственно, в двигатель вместо смеси воздуха и бензина пошла смесь воздуха и Колы. Вот он, короче, и не захотел дальше работать. Но сейчас мы это все дело быстренько откачаем, продуем. Ну и заведем ее. Я думаю, уйдет на этом у нас минут 20-25 максимум. Поехали. А, ну он, значит, выкачал через бензонасос. Ну, просто так, механически, тык-тык-тык. А весь бензин, который с Колой, ну, видите, он не перемешивается. А Кола остается внизу. Ну, что-то какие-то подозрения есть, что там еще немного Кола осталось. Ну, короче, блин, сейчас залью все это дело обратно. Еще попробую покачать. Ну, и надеюсь, что ее уже в баке не останется. Все, вроде как, абсолютно все. На самом деле, все прокачали, прям просто через бензонасос, ничего не снимая. По максимуму, у Кола вышло. Ну, соответственно, конечно, она все равно будет там еще маленько проскакивать, в любом случае. Ну, короче, цена ремонта, ребят, ну, 40 рублей, то есть стоимость фильтра. Но это фигня. Это все-таки Жигули делается все это за 10 минут. Ну, а сейчас давайте попробуем ее завести. Ну, вот, что и требовалось доказать. Отечественный автопром работает на ура. Так что, ребят, ты на ура, ты что заглохнуешь? А, ну, вот, значит, ребят, наш Экспирин прошел на ура, все отлично, на Коле тачка не едет. Кола ничего такого не делает, кроме того, как наполняет карбюратор, и автомобиль глохнет. Дальше выгоняется все элементарно, точно так же, как с водой. Так что, ребят, на этом у меня все. Смотрите, что не предлагайте. Подписывайтесь, не забывайте про наш второй канал, про нашу группу ВКонтакте, также про Инстаграм. Ну, все. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова